Музыка Получается Давай, вместе Так, с другой стороны там Да, давай Ох, молодец, хорошо Ну, гнило все Ну, что ты хочешь, двадцать лет в обед Я его тридцать лет назад покупал, но к тому времени уже сколько простояло Дедушка, а что мне дальше делать? А сейчас гвозди из досок вынимаю, вон пассатижи возьми Пап, ну ты че? Это, ты че? Все это ты в последнее время задумчивый Дедушка, а можно я буду гвозди выпрямлять? А, давай, хорошо Ну что, менять надо, раз уж и решили Да какой смысл? У нас по всему дому то же самое Новый надо строить А это что? Вломать? Ну а как? Пап, ну что с тобой такое? Ай! Ай! Что, по пальцу? Ага Ну ничего, бывает Да хватит рыдать, ты мужик или кто? Андрюш, что случилось? Ну скажи До свадьбы заживет Да, да, мужчины они такие, они посочувствуют Пойдем в дом обработать Пап, ну че делать то будем? Мы вас с вами все Окей Берем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, это я. А кто это? Что? Когда? А он... Что случилось? Отца машина сбила. Субтитры создавал DimaTorzok Ну как вы? Ну нормально, мама. А где Андрюша? В комнате у себя. Он поел? Да. Я пойду к нему. Подожди. Лучше я сам. Твоего похоронили. Когда бабушка умерла, мне всего три года было. Совсем маленький был. Мне еще меньше, чем ты. Папа мне еще лень посвятил. Хорошим он человеком был. Порядочным. Сергей Анатольевич, наше почтение. Здравствуйте. Здравствуйте. Все обороты чините. Да, реки надо попалить. Ну да. Дом есть дом. То одно надо, то другое. Только успевай поворачиваться. А когда еще огород вообще не разгибаясь приходится. Да, у меня же письмо. Вернее не вам, Анатолий Иванович. Вот жизнь. Человеку месяц как нет. А письма все идут, идут. Ну ладно. Всего доброго. До свидания. От кого письмо? Понятия не имею. Пишет женщина. Судя по всему, хорошо знала отца. Рассказывала о своей жизни, что недавно переехала в наш край. Меня упоминает. А что странного? Да, она пишет, что отец ее предал, что она его простила. Вот. А что мне перенести пришлось за это время, так не приведи Господь. Конечно, предал ты меня, жизнь мою всю покалечил. Но зла на тебя я не держу. Тебе тоже можно понять. Потом мне привелось увидеть вещи и плохую. Ну, ерунда какая-то. Ну, как же ерунда, если она такое пишет. Да, странно. Адрес есть, фамилии нет. Тем более, мне надо понять, кто это, как-то разобраться вот у нас. Письмо-то для Анатолия Ивановича, а его уже нет. Тебя-то это как касается? Акционер зато и я есть. Она же обвиняет в непорядочности. Мне нужно понять, что произошло. Серега. Все, я решил. У меня, простите, я Сергей, сын Анатолия Ивановича Коростылева. И что? Вы знаете такого? Голаза не видела. Подождите, я получил от вас письмо. Я уже лет десять никому не пишу. Сейчас полицию вызову. Жулье ходит тут всякое. Да подождите вы. Ну, как же не вы, а кто тогда? Адрес же ваш написан. Мне просто нужно узнать подробности того, что там написано. Адрес мой. Писала не я. А кто? Никто. Извините. Постой. Может, моя постоялеца писала? Комнату меня снимает. Думаете, она? Я ничего не думаю. Тебе надо, ты и спрашивай. Он ее дверь направо. Спасибо. Здравствуйте. Мне с вашего адреса письмо пришло. Скажите, это вы писали? Что, 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 вам плохо? Чего, чего, чего? Я сейчас. Дайте воды, скорее. Можете чаю горячего сделать? Там женщине неплохо. А мне что, хорошо? Господи. Выпейте воды. Спасибо. Спасибо. Скажите, это вы писали? Сергей? Да. Я твоя мама. Ну, ты посмотри на него. Какой наглый, а? У нас дома такая же есть фотография. Тебе кто разрешал брать? У него своя кружка имеется. Простите, он не знал. Угу. А вот этот шрам у тебя, это тебе два годика было с половиной. Ты с качелью пал. Ну, да, я помню. Ну, то есть папа рассказывал. Он пошел с тобой гулять и не уследил. А я так ругалась на него. Так ругалась. Папа рассказывал. Скажи, а под коленкой у тебя след от ожог остался? Остался. Мы тогда в лесу картошку пекли. А уголек отлетел. А ты так плакал, плакал, плакал. Я тебя еле успокоила. Не помнишь меня? Нет? Не узнаешь? Нет? Не узнаешь? Я верю. Я верю. Верю. Скажи, а чего Толя сам не перешел? Не захотел? Что? Что? Папа умер. Когда? Да. С месяца назад. Надо же, я... Я так давно хотела написать. Я... Знаешь, я просто все не решалась. А тут вдруг как-то вот что-то почувствовала. Видишь, а не успела. Сынок, я... Я виновата перед тобой. Я перед тобой очень виновата. Ты мне прости. Мы с тобой как договаривались? Мужиков не водить. А ты что делаешь? Он сейчас уйдет, простите. А знаете что? Поехали к нам домой. Нет. Куда? Поехали, поехали. Нет, нет, нет. Я не поеду. Ну, поехали. Ну как? Вот просто так что ли, как сейчас? Прямо сразу? А чего? Поехали. Поехали. А что с Анатолием было-то? Валило? Да нет, машина сбила. Как это? Водителя до сих пор не нашли. Ищу, не остановился даже. А ты что? Горе-то какое. Сереж, неудобно мне как-то, а? Да ну, мам, о чем ты говоришь? Тебе все будут очень рады. Я машину там покажу. Пойди. Пойди. Проходи, проходи. Вот наше гнездо. Какие хоромы? Да какие хоромы, все ремонт требует. Андрюша, Оля, идите сюда. Знакомьтесь. Это моя мама. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы моя бабушка? Ну, выходит, что так. Только я вот гостиницу не успела купить. Как-то все неожиданно получилось. Да какие гостиницы? Пойдемте в дом, будем обедать. Спасибо. Спасибо. Мы когда с Анатолием на Трейске работали, я учетчица была. А там много бывших зэков тоже работала. Ну, я и заразилась от них дублюклюзом открытой формы. А это же очень опасно для всех. А Сережка тогда совсем маленький был. Меня отправили в больницу областную. А это прям совсем не близко от нашего прииска. И Анатолий сначала часто приезжал, очень часто. А потом… Он вам рассказывал. Ну, потом все реже и реже. Потом я… Я поняла, что у него появилась женщина, наверное, какая-то… Вот. Нет, Сереженька, я… Я Анатолия давно простила. Это жизнь. Ты знаешь, я когда через год вышла из больницы, я сразу хотела поехать забрать тебя. Но у меня ни денег не было, ни жилья. И я просто подумала, что с отцом тебе лучше будет. Ты прости меня, конечно, я тебя предала. Да. Но я долго не решалась написать. Я все время боялась помешать тебе, понимаешь? Я не знаю, что тебе про меня наговорили. Мне сказали, что ты умерла. Прости меня. Мам… Бамушка… Ну ты простишь меня. Бамушка… До сих пор не могу в себя прийти. Да уж, я-то в шоке. А ты? Даже представить себе не мог, что отец на такую способен. А ты не думай об этом. Ну, разные бывают ситуации. Ну, какие ситуации? Все ясно, как день. Он ее предал и ставил умирать. Мы всего не можем знать. Ну, мало ли что между ними было. Оль, можно мама пока у нас поживет? Андрюха сможет со школы забирать. Это что, он на продленке мается? Ну, конечно. Конечно. Вот ваша комната. Эта комната Анатолия Ивановича была. Мы здесь так еще ничего и не трогали. Вы, если хотите, здесь можете все по своему усмотрению переставить. Не надо, не надо. Все прекрасно. Для меня это вообще хоромы царские. Я сейчас белье застелю и уйду. Оленька, не надо. Я сама. Ну, я что, барыня, что ли? Спасибо. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, как устроились? То есть, устроилась. Спасибо. Очень хорошо. Саша. Заходи. Ты когда маленький был, я тебе колыбельню пела. Не помнишь? Баю-баю-баюшки. Прискакали заюшки. Люли-люли-люлюшки. Прилетели гулюшки. Стали гули-гуливать. Стал Сережу засыпать. А что ты жарю? Оладушки любишь? Ага. Садись. О, запах. Доброе утро тебе, Сереженька. Садись. Садись. Давай, пока горяченький. Сейчас я вам сметану дам. Оленька. Оленька, доброе утро. Ничего, что я тут хозяйничаю. Я просто рано проснулась, думала, мальчишке встала и решила талантушки приготовить. Ну, ничего. Ради бога. Давай, садись. Садись. Приятно, когда тебе не дают приготовить завтрак. Опа, опа, опа. Молодец. Давай, давай, давай. Защищайся. Ого, бабушка, а как ты знаешь? А знаешь, бабушка сколько игр знает. Сколько хочешь научу? Ага. Всталочки умеешь? Нет. Ну, догонялки. А, да. Ну, иди, догоню. Победила, победила, победила. Всталочки здесь здорово играть. Участок большой и дом очень красивый. Дедушка его чинить собирался, а папа с мамой хотели его сломать и новую построить. Правда? Ну, дедушка потом умер. Но папа все равно хочет дом новый строить. Молодец, папа. И корабль обещал со мной достроить. Только у него все времени нет. А хочешь я бумагу? Да? Ну, беги, я сейчас приду. Хорошо, я тебя жду. Сынок. О, Ромочка. Все работаешь? Да. Не устал? Да нет, чего не уставать? Ну, как, всю неделю трудишься. Смотрю, он в выходной ни минуточку не присел. Ну, да, повезло Ольге с тобой. Давно в отпуске-то были. Да ну, давно, последний раз на море вместе ездили. А я тоже, знаешь, как отпуск перейдет, все ли деньги хватало и как-то вот не получалось. Слушай, так давай мы тебя отправим на море. Правда? Угу. Ты знаешь, Сережка, я бы в Москву мечтала съездить, в Красную площадь посмотреть, там по музеям походить. Это не проблема, завтра куплю билеты. Да? Конечно. Нет, нет, я одна не поеду. Ну, куда? Мне с вами хорошо, я с вами помогу. Спасибо, сынок. Спасибо. Слушай, я тут с Валентиной, ну, то есть с мамой, я разговаривал. Она на Москву мечтает посмотреть, одна боится. Может, мы с ней съездим? Все вместе? Ну да, мы на работе сможем отгулы взять, а только у Андрюхина же у нас классная руководительница договорится. Ну, теоретически я могу поговорить на кафедре. Ну, это хорошо. Мы завтра созвонимся и решим окончательно, да? Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей Анатольевич, мы без вашей подписи не можем отставить запрос на забор. А вы уезжать собираетесь? Да. Где они? Ну там, ждут савинины. Алло, мам, привет, это я. Слушай, ну мы с Олей договорились, что там было, так что в понедельник можем ехать. Да, билеты сегодня варим. Ты меня прости, пожалуйста, но можно не на самолете, а? Нет, я правда бороюсь. Честно, у меня, знаешь, как-то летело, думала, сердце не выдержит, не долечу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поездом. Да, дольше. Ну, а ты попроси от Гулы еще на два дня. Вместе поедем. Ну, веселей будет, сынок. Спасибо, Сережина. Спасибо, сынок. Бабушка, а почему не на самолете? Тебя не спросили, щенок. Прости. Прости, пожалуйста. Ну, прости. Андрюш, ты уроки сделал? Мам, ну скажи бабушке, что на самолете лучше? Пусть, я правда не могу. Давай, как папа решит, так и будет, хорошо? Ну, наш лоб горячий. Ну, пойдем температуру померим. Ну, нету у нас больше запчастей, Сергей Анатольевич. Мы уже заказали. Неужели сейчас нельзя ни одной партии нормально отвечать? Да, Оленька, что случилось? Почему не надо? Да нет, ну у Андрюшки температура 38. Нет, мы не поедем. Оезжайте вдвоем. Хорошо, давай вечером решим. Ублюдок! Не может быть, чтобы она так сказала. Сережа, у меня со слухами все в порядке. Ты просто расстроилась, что Ангелик заболел. Ну да, давай будем считать, что я ошибаюсь. Да поверь мне, она разозлила, что поездка сорвана. Она не сорвана. Я же предложил, чтобы мы поехали вдвоем. Она отказалась. Слушай, я не понимаю, а почему бы вам не съездить? Ну, скажи, как же я поеду, если внук болеет? Олечка, Сережа, здравствуйте. Здрасте, Игорь Андреевич. Добрый день. А что ж вы на улице? Могли бы в тепле подождать. Да неудобно как-то. Там незнакомая женщина. Ясно. Пойдемте сюда. Вот я и решил на воздухе подождать. Сережа, у меня не получилось на Пухарный приехать. Я в командировке был. Вот решил Толю помянуть. Ясно. Светлая память Анатолию. Земля на пухом. А где же... А, мы уборку делали. Потом забыли поставить. Лучший мой друг. Больше тридцати лет дружили. Никогда больше не встречал человека более порядочного и честного. Да уж. Сколько он мне помогал по разным поводам. На прииске, знаешь, работа такая. Да и люди. Да, он рассказывает. Мы последний раз с ним виделись где-то за неделю до моего отъезда. И... И что? Он был какой-то возбужденный. Неспокойный. Неспокойный. Да. Сказал, будто что-то происходит. Но что именно, он не знает. И сказал, ему кажется, будто за ним кто-то следит. Следит? Ну да. Я только в ответ рассмеялся. Не, ну, бред какой-то. Ну, кому надо за ним следить. Мне тоже показалось, что он в последнее время какой-то беспокойный. Все время задумывался о чем-то. Не знаю. Может, действительно его не случайно машина сбила. Ну, вот и ты туда же. Да ты знаешь, каким человеком был Анатолий? У него никогда не было врагов. И быть не могло. Давай еще по одной. Валентина Васильевна, они же еще не высохли. Валентина Васильевна, зачем? Они не отстирались. Их сначала нужно замочить, потом взять щеточку и воротнички с манжетиками оттереть. Тогда грязь отойдет. Да ну ничего, мне же не трудно. Но я же знаю, как ты, как ты устаешь, как у тебя дел много. Я сделаю. Смотянки, мамочки. Спасибо. Андрюша, ешь. Не хочу, мам. Так, кто болел? Кому нужно силы набираться? Мам, ну не хочу я. Давай хотя бы половинку. Как вкусно. Ой. Что такое? Что случилось? Ничего страшного, волос попался. Не может быть, я... Ну я же говорю, ничего страшного. Оля. Что Оля? Ребята, ну перестаньте ругаться. Ну волосы, волосы. Меня тошнит от вашего волоса. Хоть ты замолчи. Не кричи на ребенка. Ты на меня. Ой, ну вот из-за меня поругались. Мам, да никто не ругался, потому что действительно бывает невыносимо. А сколько лет вы уже живете вместе? Восемь. Это срок. Какой еще срок? Ну, этап жизни. Говорят, что люди, бывает, устают друг от друга. Кто ни от кого не устал. Ты знаешь, конечно, это не мое дело. Я не хочу вмешиваться. Но... Что? Ну нас бабы, чтобы не дурили, знаешь. Так, держать надо. Добрый день. Оля? Ой, Витя. Привет. Привет. Ты совсем не изменилась. А ты здесь с какими судьбами? Да это, решил по второму кругу институт закончить. В смысле? Пригласили преподавать социологию. У нас на кафедре? Да. То есть мы теперь с тобой коллеги? Получается, что так. Женат? Да. Три года. Доченьке три года. А ты? Я тоже. Сыну семь лет. Семь лет? Это ж когда мы с тобой последний раз виделись? Да. Ну ладно, увидимся. Семь лет. Можно? Да, да. Выходите. Вы извините за беспокойство. Скажите, вы вот так все время сидите у окна? Ну, я считаю, все время. Тут у меня рабочее место. А что вы хотели? Прямо перед вашим домом, чуть более месяца назад, произошло дорожное происшествие. Человек измерили. Это нет. Про это мы говорить не будем. Да, я только хотел спросить. У моего мужа больное сердце. Ему волноваться нельзя. Скажите, вы что-то видели? А ничего он не видел. Я ему и в полицию запретила обращаться. Вы из полиции? Нет. Лена, ну подожди. Пусть молодой человек объяснит, почему это ему интересует. Не надо мне его пояснений. Уходите, пожалуйста. Это был мой отец. Он погиб. Лена, ну что, Лена, а кто будет вокруг тебя скакать, когда ты со своим сердцем? Ты что не слышишь? Молодого человека отец погиб. Лена, и что хочешь. Да, молодой человек, я все видел. Наезд был преднамеренным. Никакой случайности. Водитель это сделал специально. У меня есть свидетель. Он инвалид. Работает дома и все время сидит у окна. Ага. И как он это понял, вот этот ваш свидетель? Он говорит, что в последний момент отец увидел машину. Попытался выскочить из-под колес. Водитель повернул руль и все равно сбил его. Сергей Анатольевич, ну вы это сами понимаете, что эти показания ничего не стоят. Может как раз наоборот, водитель пытался уйти от наезда. Пешеходы обычно, завидев автомобиль, начинают метаться по дороге. А из-за этого часто и происходит наезда, потому что водитель просто не может уйти от столкновения. Вот и все. Этот мужчина говорит, что есть еще один свидетель. Как вы их так находите, а? Все все видели, одни мы ничего не знаем. Ну и где? Где этот ваш свидетель? Кто же? Инвалид? Сидит дома у окна? Нет. Он сейчас на даче. Я его найду. Найдете, приводите. Запретите, я вам этого, конечно, не смогу. Но, хочу сказать честно, толку от этого будет мало. От чего будет толк? Если найдем водителя, вот так ищите. А чем мы по-вашему занимаемся? Баклуши тут будем, что ли? А сколько? Семь? Ну а почему так поздно? У нас через неделю все равно заседание. Я не понимаю, зачем так срочно собирать кафедру? Да, это его аспирант. И что, теперь мы должны в перепрыжку все нестись? Вред какой-то, ну. Опять до ночи сидеть будем? Хорошо, я приду. Валентина Васильевна. А? Что? Я, скорее всего, буду поздно. Ужинаете без меня. Конечно, Оленька, не волнуйся. Хорошо. Все, давайте садиться уже. Невозможно больше терпеть. Ну, Сереженька, ну давай все-таки Олечку подождем. Ну, вместе же веселее ужинать. Слушай, уже полвосьмого. А часто она так поздно приходит? Нет, не часто. Ну, как вот на прошлой неделе два раза. Сегодня. Чего они там вечерями делают-то? Я позвоню. Ну, уж не беспокой. Пусть работает. Чего? Пап, пойдем корабль строить. Андрей, я занят сейчас. Пап, ну ты всегда занят. Только обещаюсь. Ну, сказал же занят. Зачем на ребенка-то кричать? Он-то здесь при чем? Садись, Андрюшка, давай. Можно узнать, где ты была? Где же еще на работе? Что-то плохо верится. Что? Потому что ты слышала. У тебя все в порядке? У меня все в порядке. А вот ты в последнее время взяла моду. Приходите, черт знает вас, фоль. Почему мы должны гадать, где мама болтается, во сколько будет? Можно не разговаривать со мной в таком тоне? Я предупредила, что приду постно. Кого ты предупредила? Твою маму. Интересно, как ты так предупреждала, что она ничего не слышит? Я не знаю. Она мне даже ответила. Но она сказала, что ты не предупреждала. А это уж у нее нужно спросить. Почему она то слышит, то не слышит? А уж как рот откроет, тут же меня по маме поливает. Не смей так говорить о моей матери. Можно я в своем доме буду говорить то, что хочу? Оставь, моя мать, в покое! А она пусть оставит меня. Я тебе сказал! Чтобы больше слова не слышала о том, где и почему я задержалась. Попробуй еще раз, заведи об этом речь. Я не понял. А что, Серега сегодня за тобой не приедет? Нет. Может, тебя подбросить? Ой, нет, спасибо. Сама доберусь. Мне пройтись надо. Извини, может, что-то случилось? Да свекровь у меня случилась. А, это та, которая нашлась? А какая же еще? А Серега что? Да что Серега? Смотрит матерю в рот. У него с отцом таких отношений не было. А тут прям всегда самостоятельный был. Ну, мать есть мать. Не волнуйся. Все образуется. Ой, Вить, ну, не надо. Извини. Пока. Пока. Извини. Сергей Анатольевич, а вам там клиенты звонят. Хорошо, что я уже уехал. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты сегодня вовремя. Опять нехорошо. Что, мужа, я рад. Тюшка, не позвонила к вам. Я бы за тобой заехал. Ничего страшного. Прошлась пешком. Вот так от самого института и шла. Что ты хочешь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Андрей, собирайся Куда? Мы едем к бабушке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты молодец! Так ловко их снял, Голубков Он как к ней целоваться-то полез Я на радость их чуть не запил Он так орал, так орал на меня Я думала, он меня убьет Я испугалась, сын подхватил из дома Убежал, он даже не заметил А когда увидел, аж взбесился Я думала, он дом поборжет Ну, а как? У него шалава застукает, он взбесишься Потому что правильно Врать не надо У нас же бабы двое Ну, да Кроме тебя Как думаешь, не паряй за ними? Вернуть не захочет? Не захочет Ну, ладно Полпроблемы решили Как с ним потом быть? Я разберусь Без нее легче будет КОНЕЦ Сережка, пойдем ужинать Не, мам, спасибо, я не хочу Чего так? Да, устал, потому что на работе поел Ну вот, а я готовила, старалась Спасибо, мамушка, правда, я потом поеду Переживаешь Конечно переживай, две недели их уже нет Я сама по Андрюшке соскучилась Не знаю даже, что делать Ну, а что делать, что делать Захочет сама вернуться Ну, твою Олю не знаешь Если она себе в голову что-нибудь вбила Не отступится Семья, это не место, где характер показывать Ничего, поживет, одна помается Не знаю, на самом-то, я сам виноват Ну, мало ли где она задерживается Ну, зачем врать-то? Значит, не все так просто Вот один раз уступишь Слабину почувствует, на шею сядет Бабы они силу любят Ну, не все Все А когда мужик как тряпка И все обнив ноги вытирают Это не жизнь Ладно, пойдем Пойдем, я тебя кормить буду Пойдем Пойдем Иди Мам, а когда мы уже домой поедем? Пока не знаю Я хочу домой Тебе что, плохо у бабушки? Нет, но дома лучше Когда я решу, тогда и поедем Но мы здесь уже столько времени Ты что, не слышал, что я сказала? Ну что, Сергей звонил? Нет Отлично Вначале учинил скандал Потом оскорбил А теперь он ждет, что ты к нему на коленях приползешь Мам, перестань Я сама дура, сама виновата Это ты про Виктора Ну, кто же мог знает, что он по тебе до сих пор сохнет Ой, мам, перестань Это сразу было понятно Ты что, Витю не помнишь? Триста пятьдесят раз меня на дню мог поздравить с днем рождения А эти его постоянные конфеточки, тортики Еле похудело, когда его в армию забрали И тут все было понятно По его взглядам, по его разговорчикам Просто думала, что обойдется Если ты считаешь, что нужно возвращаться Возвращайся Твое дело, все Нет, возвращаться сама нельзя Они же тогда подумают, что я признала свою вину Если кровь, опять же Нет, пусть он делает первый шаг Сережка, ты куда? Мам, слушай, я все-таки за ними поеду Все, хватит, поскандалили и будет Ну, правильно Чего мая-то себя И по присмотрам будет Мам, ну по каким присмотрам? Ну все, молчу, молчу, молчу Ты, мужчина, тебе решать Ужин приготовишь? Обязательно Я быстренько, что невкусненькое сваргань Обязательно Ой, спасибо, боялся, ты не будешь отговаривать Ну ты что, ты что, золок Ну что, я тебе враг, что ли? Семья это главное Слушай, ключи, эту машину забудь, я сейчас Ой Мам, ты чего? Что случилось? Садись Ой, прихватило что-то сейчас Пойдем в дом, тебе нужно лезть Пойдем, пойдем Ой, тихонечко, тихонечко Да, я с ним сержусь, а? Ну ты как? Там лекарства там Где? В столе Мам, где именно там? Там, в другом Да Вот эти? Сейчас я воды принесу Слушай, давай скорую вызову Нет, сержу, не надо Не надо сейчас собрать, друзья Ты, знаешь Ты поезжай за своими Мам, о чем ты говоришь? Я тебя не оставлю О, Господи Опять я во всем виновата Перестань, спи Все, спи Спи, я рядом посижу Давай Мне пока не удалось найти второго свидетеля Он на даче, где-то даче Никто толку не знает Да не тратьте зря время Вряд ли от этого вашего свидетеля Будет хоть какая-то польза Посмотрим По крайней мере, есть надежда еще Хоть что-то узнать Вы же водителя пока не нашли Нет, не нашли Так а в чем проблема? Вы что, номер машины не знаете? А я не имею права сообщать вам деталь дознания Вы заинтересованы лицо А это не положено Ну, все У меня отец погиб Вы ничего не делаете Я к вам прихожу, каждый раз слышу одно и то же Я просто хочу, чтобы вы нашли Убийцу моего отца Понимаете? Понимаю Хорошо, вам скажу Средители сообщили государству номер автомобиля Который совершил наезд А мы проверили Эта машина совершенно другой марки Ее владельцы опалили Вот и все Номера краденого? Ну да Что это? Было бы убийство? Нет, получается, что вашего отца сбила машина С краденными номерами Вот и все Да господь с тобой, Сереженька Кому же надо было Толю убивать У него врагов-то не было Никогда никого не обидел Характер был такой, что Ну какой характер, Мам Ну какой же характер? Если я всю жизнь думал, что надежнее его нет человека Видишь, как с тобой получилось Как получилось, так и получилось Это жизнь Ему о тебе нужно было думать Я тебе давно сказала, я его простила Такого человека, как отец Я больше не встречала Все-таки я думаю, что не случайно его машина сбила Я хочу узнать, кто решил его убить Конечно Как он до этого докопался? Он же не дурак Он в полицию ходил? Ходил Что? Сказали, что это обычный наезд Да они не скажут ничего Им нельзя Они будут плести что угодно, лишь бы у вас их болит А сами будут рыть и нас достанут Что будем делать? Неизвестно, что он еще дарует Завтра, когда он уйдет на работу Приходи А если не управимся? По месту будем решать Привет Здравствуй Здравствуй Замечательно выглядишь Спасибо Как ты? Нормально Добрый день Здрасте Домой не пора? Ты меня спрашиваешь? Ну а кого? Ты же из дома ушла, где? А ты извиниться не хочешь? За что? За что? То есть я должна тебе объяснить? Объясню же, пожалуйста Если это не по нему, то прийти Здрасте Здрасте За твои подозрения За твои обвинения За то, что мне не веришь За твою мать, в конце концов, которая врет направо и налево Опять? Маму оставь в покое Все понятно, бесполезно объяснить Обрадовалась, когда я его увидела Думала, в себя пришел А думалась А нет Все за свое Ты извини, конечно, но что у вас произошло? Ну говори Помнишь, ты хотел меня поцеловать? Ну? Так вот, кто-то сфотографировал нас и прислал это фотоиммунный телефон Какой же я идиот Оль, прости, это получается, что я тебя подставил? Ну ладно, что было, то было Подожди, а ты не думала, кто бы мог прислать эти фотографии? А главное, зачем? Понятия не имею Кто-то из наших? В институте? Вряд ли Кому это надо? Ну да, в принципе, у тебя здесь совсем нормальные отношения Потом, этот человек должен знать номер телефона Сереги По-моему, это может быть как-то связано с твоей свекровью Оль, я думаю, тебе нужно возвращаться домой к мужу Ну, получится, что я признала Да плевать, что получится Оль, твоя свекровь пытается развалить твою семью, а ты ей подыгрываешь, вот и все Да ведь я не могу Оль, давай называть вещи своими именами Где-то там, глубоко в душе, меня твои рассказы о том, что муж тебя не понимает и все такое Ну, не то чтобы радует, но Давай не будем об этом Нет, давай именно об этом Не важно, что я чувствую, но все равно я хочу, чтобы у тебя было все хорошо Тебе нужно вернуться в дом Оль Я с Олей разговариваю И что? Да ничего, снова поругались Как там быть? Она отказалась возвращаться Может, действительно, надо было извиниться А то я со своими претензиями Мама, я не знаю, что делать, правда Андрюшку еще столько времени не видит Знаешь что мой дорогой Хочешь вынижаться Бегать за бабой Валяться в ногах Валять, поезжай Только знай, что ноги моей здесь больше не будет Вырастил Анатолий не мужика, а тряпку Сережа, ты Я так давно мечтала с тобой встретиться И очень ждала нашей встречи Но Я понимаю, что Я очень хочу тебе стать хорошей матерью, но Все время лезу не туда Но, понимаешь, так мало времени мы с тобой еще провели вместе, что я Мама Прости меня Я понимаю Ну, давай их тогда На выходные привезу, ладно? Знаешь А у меня сегодня день свободный Пойду куплю вам постельное белье, а вам понадобится Мам, ты же не думаешь, что мы здесь надолго обосновались? Ну, не начинай, не начинай Ты же прекрасно знаешь, что ты можешь вернуться, когда ты захочешь Ну, мое мнение, ты знаешь Знаю, знаю Я надеюсь, что вся эта история Хоть чему-нибудь научит Сергея Я тоже на это надеюсь А хочешь Я тебе расскажу, что будет, когда ты вернешься Хочешь, расскажу И что? Сергей, конечно, обрадуется Возможно, он даже скажет, что был неправ Хотя это мало вероятно Но внутри он будет чувствовать себя победителем И у вас опять все начнется сначала Все все знают Не знаю, не знаю Все говорят, надо вернуться Все? Это кто такие все? Все это все Все это все Все это все Все это все Они просто читаются Они так хорошо Я рад, что не знаю Я люблю 衁, ответ Звучи Уltимый Утимый Заходи. Тебя никто не видел. Вроде никто. Откуда мы начнём? Вот здесь всегда была комната Сергея. Это он сказал? Это я тебе говорю. Мам, а можно я чемодан понесу? Андрюш, не надо, он тяжёлый. Давайте я вам помогу. Спасибо. Да нет, здесь не может быть. Разве что в кровати посмотрим. Позже посмотрим. А сейчас пойдём, я тебе подвал покажу. Там кирпич битал. Кирпич. Кирпич. В окно. Быстро. Уходи тем же путём. Спасибо. Тапки обязательно надень. Наконец-то. Уленька, я так соскучилась. Бабушка! Андрюшка, хороший мой. Пойдём. Раздевайся, я тебя кормить буду. Давай быстрее. Мама. Серёжа, как? Мамочка. Ты не представляешь, кто к нам приехал? Мама. Мама. Андрюха. Здорово. А где мама? Я здесь. Тиста. Олечка, я очень рад, что вы вернулись, я был не прав, ты меня прости. Да ладно, что было, то было. Забыли. Ну как ты тут? Фикер, ну это что, ну нормально, если не считать того, что у вас не было. Я пытаюсь разобраться, что с отцом произошло. Ну что, будем праздничный ужин устраивать, а? Да, праздник так праздник, да? Олечка, поможешь? Поможешь, Олечка. Ну? Пойдем. 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 Пойдем в aşいつ. Пойдем. И Полтаж. Ну, давайте еще раз за встречу, и чтоб все были здоровы. Давай. Ну, ты-то куда лезешь? Отстань от него. Давай чокнемся, мой сладенький. Вот как жалко, что у тебя нет братика и сестрички. Ведь это такое счастье, когда детей много. Моя воля, у меня бы полный дом детей бегал. А вот, видишь, как вышло? Мамочка, не переживай. Да нет, что ты, что ты, Серёженька. Солнце моё, ты же один для меня счастье. Я ведь, я ведь так его хотела. А когда родился, я же ведь дорадоваться не могла. Да, я всё ждала. Мне считала, когда глазки откроются. Так хотела узнать, какого они цвета, а серенький. Мамочка, ну иди приляг, наверное. Ай, да? А со стола убрать? Мы уберём, а ну что-то. Да? Ну тогда хорошо. Я пойду. Спасибо. Ну, сама она, я сама. Ну что, давай маме помогать. Я тарелки буду. Нет, ты что, давай пить и приборы, а тарелки я. О чём задумалась? Что такое? Тебе ничего не смутило сейчас за столом? Нет, а что? Ну ничего не показалось странным в разговоре. Нет, ничего не показалось странным. Мне показалось. Ты слышал, как она сказала, что... Во-первых, моя мама не она. Я прошу называть её по имени и отчеству. А что ты слышал? Я не договорил. Во-вторых, я не хочу больше слушать ту грязь, которую ты на неё льёшь. Всё, хватит. Серёж. Хватит, я сказал. Один скандал мы уже пережили, а второго раза, может, и не было. Я могу сказать два слова. Ни два, ни полтора. Я ничего не хочу слышать. Мазыря. Она это сказала, ты уверена? Абсолютно, я же не глухая. Ольга Сергеевна. Да. Когда можно будет перестать? Вы готовы? Ну так. Ну на зачёте тоже было не так. Ладно, хорошо, в понедельник в три. Хотя нет, лучше в полчетвёртого. Спасибо. Так, как она сказала, ждала, пока у ребёнка глаза откроются. Эта Воскушка не попутала с котятами. Ну так а я тебе о чём? Слушай, дальше. Утром я решила ещё раз её проверить. Пока Серёжа не была на кухне, стала ей рассказывать, что наш Андрюша пошёл полгода. А первый супруг ему появился в два года. Такое чушь весла. Она всё это слушала, как будто так и надо. А вообще говоря, смешного мало. Я не смеюсь. Это значит, у неё никогда не было детей. Значит, она врёт. Только зачем? Если рассуждать логически, возможны варианты. Например, Сергея усыновили. Или он ребёнок Анатолия Ивановича, но не этой, как её, Падгентину Васильевну. В жизни всякой бывает. И что? Она так вжилась в роль, что врёт на проваловке. Конечно. Зачем? Да нет, ну ради чего. Оля, ты смешная. Она боится, что Сергея знает, что она не родная мать и выгонит её. Всю жизнь одна и одна. Так мы терпелось, что я не такой готова соврать. Ну тут что-то другое. Да она не просто маму и бабушку изображает. Она же другой характер изображает. Добренько прикидывается. У самых глазах злость. Оль, по-моему, ты себя накручиваешь. А вот и нет. Я чувствую. Здесь в прошлой семье их копаться нужно. Вот у меня будет два свободных дня, я этим займусь. Все те, что ты берещится. Да ничего мне не берещится. Я тебе говорю, подозревает она меня. Что она может подозревать? Не знаю. Приехала вчера. Молчит, слова не скажет. И дальше что? Да ничего. Ужин с ней приготовили. Сели, выпили. А, понятно. Глаза залила и понесло тебя. Умолкни. О детях говорили. Вот тут ты прокололась. Я не помню. Про Серёжу что-то рассказывала, про детство говорила. Что ты говорила? Я говорю, не помню. Утром встала, опять начала меня допрашивать. Проверяла, значит. Сучка. Что делать-то будем? Следить, чтобы она была какую-нибудь подлянку уникитывала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Девушка, простите, вы не подскажете, как найти контору прииска? Да, вы знаете, вам надо дойти до Центральной улицы. Она так и называется, Центральная. А когда дойдёте до Перекрёстка, спросите вам по каждому. Редактор? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, куда она приехала? В посёлок? Какой-какой? На приездке она приехала. Вот гнида. Я же сказала, что она что-то подозревает. Дай подумать, куда она может сомниться. Да подожди ты! Там вроде никого не осталось. Сейчас куда она пошла? А, это в контору, наверное. Глаз в неё не спускай. И звони мне, слышишь? Ну, вон! Коростылёв! Нет, не знаю. А вы давно тут работаете? Директором прииска пять лет. А до этого главным инженером. Надо понять. Они-то тридцать лет назад отсюда перебрались. Елонька, с тех времён никого и не осталось-то. Пап, ой, извините. Её только накладные забрать. Сейчас, подождите. Всё-всё-всё, нашла-нашла. Нашла-нашла. Ага. Вы уж простите, что я ничем не смог помочь. Вы знаете, у нас тут кто своё отработал, здесь не задерживается. Да-да, я понимаю. А тут столько лет прошло. Наверное, никого и не осталось, кто помнит ваших этих… Как они… Коростылёва. Да-да. Ну, извините. А в чём дело, Михаил Вадимович? Ну, вот женщина ищет кого-нибудь, кто здесь работал тридцать лет назад. А где их взять? Ну, а Савина? Какая Савина? На улице Геологова, в которой живёт, на прошлой неделе приходила по поводу ремонта дома. Дом семь, кажется. Ну, да. Была такая. Ну, и что? Ну, как это что? Она же на пенсию вышла ещё до того, как мы сюда переехали. А действительно. Попробуйте, а вдруг что выйдет? Спасибо. Ну, желаю удачи. Давайте проведу. Давайте. Есть кто дома? Хозяева! Марина Николаевна! Да тут я! Фу ты! Напугала! Ну, простите, пожалуйста, я вас звала-звала. А я тут грядками занялась. Вредители напали, прости господи. А вы пробовали залой с мылом? Я всегда так делаю, помогает. Да я только что увидела. Лучше, чем химия. Да я знаю. А ты что, милый, хотела комнату снять? Ой, нет, я совсем по другому поводу. Я ищу. Значит, вы знали семью Крастылёвых? Ну, а как знала? Я работала с Анатолием. Он директор прииска, я учётчицей. А жену вы у Валентина тоже знали? Конечно, а как же? Ну, и что она собой представляла? Прекрасная женщина. Милая и добрая. И не в отца совсем. Что значит не в отца? Он что, плохой человек был? Егор-то Гусенков. Фамилия Валентины? Девичья. Гусенкова. Ну, милый, плохой, хороший. Не всегда можно чертуть провести. У иного человека и ситуация в жизни не случается, чтобы понять, какой он. А другой всю жизнь проживёт, и ты не узнаешь, какой у него нутро-то. Так а что Егор? А вот не знаю. Я иногда на него смотрела и гадала, что у него на душе. Да вроде мужик неплохой. Настроение будет и поможет, посочувствует. А иногда глаз у него такой волчий становился. Поперёк дороги у него я бы становиться не стала. А он жив? Да кто же его знает? У него такая история приключилась. Он тоже на прииске работал. Ну, а кто на прииске работает, почитай, все знают, какие участки невыбранные. Ну, скажем, для артели невыгодно работать по мелочам. И они оставляют там за крайне, от главного этого участка. Вот он одиночкой там и старался. Старался? Золото мыл. А по советским временам за такое, будьте нате, можно было получить. Вот он и получил. А Коростылевой тогда уже уехали отсюда. Десять лет тюрьмы ему дали. Ну, а потом-то он вернулся, Егор? Нет, не вернулся. А вот его подельник, был у него такой подручный, Никаноров. Ну, друг-недруг, Егор к нему так относился. Принеси подай, пошел вон. Так вот, этот Никаноров тоже под суд попал и в тюрьму загремел. Так вот, он, я слышала, давно спокатился и живет в деревне. Так вот, он про Егор-то тебе больше моего наверняка расскажет. А это далеко? Деревня Нирки, двадцать километров отсюда. Нет, еще не выходила. Ну, как я тебе позвонил, а с тех пор у нее и сидит. Так выясни, что это за бабка. Узнай, кто это. Как хочешь, идиот. Лошара. Чтоб тебя черти взяли. Спасибо вам огромное. Я поеду. Да не за что, милая. А что ж тебя так приняло в прошлом откопаться? Ну, как вам сказать? Хотелось побольше узнать о семье моего мужа. У нас с Анатолием Ивановичем были очень хорошие отношения. Вот ты заинтересовалась, как они жили? Ну, как они жили, этого я тебе не скажу. Он, как Валентина-то умерла, уехал в скорости отсюда. Кто умер? Валентина. Жена Анатолиева от туберкулеза. Сергей, твой муж тогда совсем маленький был. Он что, тебе не рассказывал? Тихо. 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 Выплютись, братишка. Не подскажешь ей этот дом? Тихо. Тихо. А вы уверены, что она умерла? Милая, да я ж хранила ее. И поминки помогала устроить по-соседски. И с работы Анатолия тоже помогали. От Гусенковых ждать особой помощи-то нельзя было. Егор тогда, хотя еще на свободе был, но его ж кроме выпивки-то ничего и не интересовало. А сестра ее тоже еще. Так, штучка выросла. У нее была сестра? Милая, а ты точно невестка Анатолия? Ну что же он тебе про свою семью-то ничего не рассказывал? Нет, нет, рассказывал. Я просто как-то упустила. Про жену свою рассказывал, да. Да. Валентина действительно была очень хорошей человеком. А сестра ее длинная человечешка, Галина. Значит, я зовут Галина. Похожи они были с Валентиной, их часто путали. Даром, что по годке. Злая и завистливая. Хотя вроде отца своего Егора. Если надо, могла все прикинуться. А глаза такие злые, Гусенковские. Да, глаза злые. Тебе что, не хорошо, милая? Может, в дом пойдем? Нет, нет, спасибо. Поеду я. В город ехать надо. Ну и твое дело. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Савина. Алло, Галь. Ты меня слышишь? Галина? Алло, Галь, ты меня слышишь? Галина? Убей ее. Она ей все рассказала. Ты что, сдурела? Кто кому чего рассказал? Савина. Она знала и меня, и Анатолию, и Валентину. Она все рассказала этой стерве. Если она сюда приедет, то всему конец. Ее надо убить. Где хочешь, мне плевать. Мне что, одной все тянуть? Вот давай и ты поработай. Да я уже поработал. С Анатолием кто вопрос решил? Да что на тебя? Анатолия Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ой, как хорошо, что я вас встретила Здрасте Вы не знаете, где автобусная остановка? А то я что-то заблудилась А остановка там? Вы уверены? Я совсем в другую сторону собиралась Давайте я вас провожу, я сам туда иду Давайте А вы здешний? Нет, приезжий. Думаю, работа найти Да, трудно тут Условия такие Везде можно жить Что-то, по-моему, мы куда-то не туда зашли Здесь же уже поселок кончается Да я точно помню, здесь шел А я нет Вы куда? Дорогу спросить Да сами найдем Ой, здравствуйте Здравствуйте Вы не подскажете, где автобусная остановка? А то мы чего-то заблудились Да вон там Я же вам говорила, что мы не туда идем Ну, виноват, заплутал Я же говорю, не местный Ну, теперь-то найдем сами Да я вас проведу, мне тоже на автобус надо О, это еще и лучше Да уж, отлично Идемте Идемте А мужичок куда вас ждался? Он И правда странно Ему вроде тоже на автобус надо было Ну, ладно, пойдемте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Д Sé Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий С завтрашнего дня будешь ходить на продлёнку. Почему? Я лучше с бабушкой сидеть буду. Так нужно. Не спорь. Иди к себе. Я же тебе говорила, она не должна была оттуда вернуться. Ну, не было у меня шанса её кончить. Даже уже околицы пошли, и всё равно под ногами какие-то местные болтались всё время. Ты мне только не рассказывай, сколько там народу посреди рабочего дня ходит, а то я там не была. Да говорю же я тебе. Дело надо было делать, а не говорить. Мне теперь как быть? А может не возвращаться? Поедем к дому. Встанешь в конце улицы, подождёшь меня в машине, если что. Как знаешь. А может. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуй, Олечка. Ужин готовишь? А я гулять хотела. Красиво тут у вас. Тебе помочь? Я тогда к себе пойду. Извини, но я правда не могу в это поверить. Какая-то Санта-Барбара. Да скорее графиня Монте-Кристо. Призрак прошлого. Значит, она не мать Сереги, а ее сестра? Да, Галина. Что ей нужно? Ты меня спрашиваешь? Ты же сам меня убеждал, что ей нужно семейное тепло. Только вот очень большие сомнения у меня на этот счет. Мужу расскажешь? Да что я ему скажу? Он же слепо верит своей матери. То есть Валентине. Ой, нет, Галине. Фу, я уже сама запуталась, кто есть кто. Да не может быть, чтоб она его так околдовала. Да ведь так. Именно так. Я же слова не могу ничего про нее сказать ему. И своей маме тоже рассказать не могу. У нее гипертония. Помрет в одночасье от таких новостей. Да уж, ситуация. Разве что завтра. Что? Ну, удастся, надеюсь, разъяснить некоторые вещи. Вот тогда мне будет, что ему предъявить. Против чего он поспорить не сможет. Ты мне хоть расскажешь? Хм? 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 А, простите. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Да, я хотела сделать запрос. А по какой теме? Запись гражданского состояния. Ой, девушка, ну это не раньше пятницы. А вообще, знаете что? Лучше в понедельник сразу приходите. Но мне нужно срочно. Быстрее не получите. Это ж не от нас зависит, в конце концов. Ну от кого? Вы же здесь работаете. Девушка, в архиве работает полиция. Все опечатано. Полиция? Да. И как раз там, где хранятся записи гражданского состояния. Ну вот, а ты боялась. Даже платье не помялась. Еще ничего не сделано. Ну хорошо, хоть без мокрого обошлось. Пока да. А чего? У нее на тебя ничего нет. Эта запись про то, что твоя сеструха кони двинула, так ее нет уже. Остались только ее славы против твоих. Все. Может, малинки им дать? Ну, малинки-то я достану. Только после этого сразу сваливать нужно. Достань побыстрее. Твою мать! Я тебе говорила. Я тебя просила. Кончить все надо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Все. Эй! Есть кто? Помогите! Ой! Что ты делаешь, сволочь? Помогите! Болись ты я! Убивают! Не переживайте раньше времени. Удар был довольно сильный, но, к счастью, видимо, кулаком. Могло быть и хуже. Мы сделали томографию. Пока ничего страшного не видим. Она у вас надолго. Ну, мы сделаем дополнительное обследование и, думаю, после этого вы сможете забрать ее домой. Спасибо. Спасибо. Сережа. Это ваш муж? Да. Извините, но нам нужно закончить нашу беседу. Да, конечно. Как он выглядел? Он высокий. Почти на голову у меня выше. Голосы темные. С сединой. Глаза вроде карие. Нос? Не знаю. Нос как нос. Какие-то особые приметы? Может, шрамы рульенькие? Нет. Хотя, нет, подождите, у него над левой бровью небольшой шрам. Скажите, а как вам показалось, он не был пьян или под воздействием наркотиков? Нет. Вы раньше этого человека видели? Нет. Понимаете, с одной стороны, это банальное ограбление. Он вырвал, выпотрошил и выбросил сумочку вашей супруге. Ну, а что значит, с одной стороны? А с другой? Свидетель говорит, что грабитель бежал за ней от самой улицы. И что? Грабители так не делают. Они налетают, хватают и бегут. Пока шум не поднялся. А, вот поэтому вы спрашивали, были он пьяны или под действием наркотиков? Ну, да. А тут она бежала от него, пыталась скрыться в подъезде. Звала на помощь, а он все равно преследовал ее. Зачем? Ладно, будем разбираться. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так за тебя испугался? Да, все нормально. Даже не представляю, что ты пережила. Ну, ничего. Врач сказал, скоро тебя отпустят домой. Ничего опасного. Андрюшка с кем остался? Андрюшка с мамой. Поехали домой. А куда ты засобиралась? Тебе еще обследование делают. Да потом сделают. Поехали. Это из-за того, что Андрей остался с мамой? Я просто хочу домой. Ну, правда. Ты именно поэтому заторопилась домой. Не кричи, пожалуйста. У меня голова болит. Прости, пожалуйста. Ну, ты никак не можешь оставить ее в покое. Просто тебе лучше остаться еще в больнице. Я поеду домой. Куртку дай, пожалуйста. Андрюша, иди сюда. Только аккуратно, Андрей. Аккуратно. Ничего, ничего. Все нормально. Беда-то какая. Ужас-то какой. Как же таких негодяев земля-то носит? Иди к себе в комнату. Как ты себя чувствуешь? Я пойду. Чеченник поставлю. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу, я вас наконец нашел. Кто искал, искал. Да мне уже сказали. Соседи. На дачу звонили. Только что же вы мне-то не перезвонили? А мало ли? Мало ли что? Мало ли что ты от меня хотел? Я по поводу того наезда. У вас у дома сбили человека. Они сказали отец твой? Да. Вы видели, как это произошло? Сосед мой, инвалид который, вот он видел. С соседом я уже разговаривал. Вы сами лично видели? Ну, я видел. Так. Помните, как это было? А что там помните? В зума еще не совсем лежит. В зуме еще не было. 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 Бабушка, иди сюда! Иду, мой сладенький! Ну и в какое время суток это произошло? Чего? Наезд, свидетелем которого вы стали, в какое время произошло? Утром, днем, может, ночью? Нормальный вопрос, да? Ну, ночью-то, чтобы я увидел? Ну? Что «ну»? Когда это произошло? Ну, чего меня путать? Я из магазина шел. Ну, значит, я бы в магазин направлялся. Аккуратно в десять. Я каждый день, как по часам. Так, значит, в десять утра. Ну, может, кто и в десять ночи в магазин ходит. Мне это неизвестно, но я в десять утра. Значит, десять утра и что вы увидели? В смысле аварии. В смысле аварии? Видел. Вот как его папаша машина сбила. Так вы что, знакомы что-ли вы? Да нет, нет. Он, он мне сам рассказал, что, мол, его отца машина того. Что, соврал что ли? Да нет, не соврал. Так что произошло? Мужик в улицу переходил, и тут машина, и бац, и все. Водителя запомнили? Он в машине сидел, но как я мог его запомнить? Он сбил и сразу… Может, детали какие-то запомнили? Ну, какие детали? Я в магазин шел, мне поправиться надо было. Десять часов в мое время. Я же вам объяснял. Трубы у меня горят в этот час. Меня спроси с утра, как меня зовут. Я к обеду только скажу. Поехали. Ну, как дела? Да никак. Старик этот алкаш законченный. Надо же, как обидно. Я думал, следователь меня задушит. Я сам полдня потерял. И что, он совсем ничего не видел? Да все это бестолку. Правда сказал, что капот у машины был помят. И что? Да ничего. Помят в помят. Неправильно. Пусть полиция ищет. Им за это деньги платят. Не знаю, мам. Я еще подумаю. А Оля где? Оленька на кухне. Есть хочу. Обедать когда будем? Ну, уже все готово. Хорошо. Пойду переоденусь. Окей-плядь, доливок falsch гейден. Ну, что купи? Девушки отдыхают. Что случилось? Господи. Случайно получилось. Оль, ну как же так? Ну вот так. Я так старалась. Готовила. Сережа, я... Ты ведешь себя недопустимо. Понимаешь, мне показалось, что твоя мама, она... Моя мама весь день порч готовила, а ты... Да-да, я его вылила на пол. Да, я это сделала, вот так вышло. Понимаешь сама, что это ненормально. Твоя ненависть к моей маме, это уже просто паранойя какая-то. Вылить порч на пол, это... Это вышло случайно, я же сказала! Завтра вечером у меня конференция, я буду поздно. Андрей с продлинки заберет моя мама, и он у нее останется. А почему твоя мама? Моя могла бы вполне. Пусть Валентина Васильевна отдохнет. Оля, ты ведешь себя странно. Я все сказала. Андрей из школы заберет моя мама. И вечером я за ним заеду. Ты сама это видела? Она в глаза мне смотрела. Она взяла кастрюлю. И на моих глазах просто на пол вывалила. А там молоток лежал для отбивания мяса. Я не знаю, как ее не грохнуло. Ты знаешь, я хотела взять этот молоток и просто я бью. Да как она малинку учуяла? Она без запаха, без вкуса. Я не знаю, как она учуяла. Почуяла, увидела, предвидела. Я не знаю. Да прекрати. Подглядела, не знаю. Да она просто тебя ненавидит. Успокойся, а? Самый край будет, если он не Канорова найдет, слышишь? Я же тебе говорила. Я же тебя просила. Я же тебя просила. Грохни ее, вон старый больной. Никто бы, ничего. Мне что, опять за ней тащиться, что ли? Нет. Нет, не надо. Не надо. Давтра суббота. Два дня выходных. Никто не узнает. Никто. Галь. Это же двоих придется. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Том, куда? Мне в деревню Нерки. Ну, это туда съезжать надо. Да, я знаю. Не, мне не по пути. Я заплачу. Ну, там дорога плохая. Вы сколько хотите? Суточку будет стоить. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Есть кто дома? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, мы можем поговорить? Вы меня слышите? А? Меня зовут Ольга. Я... Я приехала к вам по делу. Мы можем поговорить? Из разговора мне сейчас... Может быть, вам помочь? Да мне уж не шибко поможешь. Ты кто такая будешь? Я Ольга Коростелева. Это родственница Анатолия? Да, я его невестка. Жена сына. Ну, и что тебе надо? Я хотела кое-что узнать о семье его жены. Валентины. А что узнавать-то? Я ничего не знаю. Да. А если что тебе надо, так у него самого и спроси. Анатолий Иванович умер. Умер? Это при каких-то обстоятельствах? Его сбила машина. Что с вами? Вам нехорошо? Хватит. Господи, лекарства все кончились. Простите, пожалуйста, есть кто дома? Что вы хотите? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, у вас лекарства от сердца есть? А вы кто? Я к Никанорову приехала по делам. Из города мы разговаривали, разговаривали, а потом он плохо стал. Ну, да когда ему было хорошо. Пить меньше надо. Тут у вас лекарства есть? Да сейчас, сейчас. Всю жизнь чертополохом прожил. А ты тут бегай ему, лекарства ищи. Лучше б ты ему водки из города привезла. Ну, я в следующий раз так и сделаю. Спасибо. Слушайте, какое мне дело до ваших проблем? С таможней сами разбирайтесь. Нет, это не форс-мажор. Вы сами сказали, что ошиблись в документации. Да. Вот и решайте проблему. Не создавайте ее мне. На следующей неделе нужно печатать большой заказ. И оборудование должно быть на месте. Все. Да, да, это ее муж. Нет, Оле дома нет, она на конференции. На какой конференции? На вашей конференции. Извините, я, наверное, ошибся, действительно. Скорее всего дома. Я сейчас приеду и передам ей. Вот, выпейте. А-а-а. Спасибо. Вам же лучше? Продолжение. Послушайте, я к вам ехала, бог знает откуда. Мне нужно с вами поговорить. Ну, вам же уже лучше, хватит притворяться. Тихо, тихо, не притворяюсь я. Костыли подай. Представлять я умею. Жить научила. Ты что хотела? Узнать о семье жены Анатолия. А-а-а. А че о них узнавать? Да, работал с Анатолием на призке. Он директором, я рабочим. Вот, собственно, и вся история. Неправда. Вы с Егором Гусенковым незаконно моли золото и получили за это срок. Смотри. Много раз узнала. Много. Но не все. Здрасте. Где Андрей? А че ты хотел? Я хотел забрать сына домой. Оля сказала, сама заберет. Оля вообще много чего говорит. Это в каком смысле? Прямом. Андрей! Что это такое хочешь сказать? Например, то, что по ее словам она сейчас на конференции. Андрей, долго тебя ждать? Да, пап. Одевайся, мы едем домой. И где сейчас Егор Гусенков? Там. Умер? Еще на зоне. Что-то у него с желудком было. Так и не вышел. А я вот освободился. А ноги? А вы дочку его младшую знали? Галину? Ну, как не знать. Еще девчонка и помню. Ну, и какой она была? Что за человек? Ничемная девчонка. Не то, что ее сестра Валентина. А правильная, хорошая. Повезло Анатолию. Ну, да, да. Это понятно. Ну, а что Галина? Не, ну, Галины парней-то много было. Она постоянно с кем-то хороводила. А вот, чтоб по любви счастья не сложилось. Никто замуж не звал. И Валентине она завидовала люто. Хотя виду и не подавала. И что с ней стало? С уголовниками она связалась. Ну, те, которые после освобождения там на Приске работали. С ними в историю попало. Мужика они забили до смерти. Вот и села вместе с ними. В тюрьму? Ну, а куда же еще? За такие проделки сажают. А что с золотом стало? Ну, которое вы с Егором Гусенковым намыли. Так что с золотом я жду. Года три намывали. Там должно быть много. Так пропало золото. Менты забрали. Да. Кстати, насчет, как вы говорите, ментов. Может быть, мне полицию сюда пригласить? Может быть, не со мной, так с ними захотите поговорить? Ладно, ладно. В доме у тебя золото. Сереж, может, не стоит? Оля сказала... Мне неинтересно знать, что вам сказала Оля. Мне она заявила, что находится на конференции. Назвонили из кафедры и сказали, что никакой конференции нет. У нее сегодня свободный день. Где ваша доченька шляется, неизвестно. Телефон ее от не отвечает. Сережа, ну... Все! Девай. Готов? Пока, бабушка. И передайте вашей дочери, чтобы в моем доме она больше не появлялась. И что милиция, золото не нашла? А они там и не искали. Ну, кто мог подумать на директора Приск? Это мой Егор у свата и спрятал. Только мне сволочь ничего не сказал. Вот я на следствии и сказать-то не мог, где золото. Поэтому мне по полной сроки впоели. А где именно в доме золото? Я без понятия. Как-то на зоне Егор разоткровенничался. Говорит, выйдем на свободу, заживем как люди. Мол, не зря срок мотаем. Вот где именно спрятал, не сказал. В последний момент язык прикусил. Да что ж вы сами-то не искали? Как? Без внук? На кострлях не сильно побегаешь. Нашли бы себе помощника. А ты умная. Давай, поучи меня жизни. Где я найду человека, который мог бы доверять ему, а? Я людей хорошо изучил и цену им знаю. А Галина одна к вам приезжала или с мужчиной? Ну, когда ей все про золото рассказали, она одна приезжала? А что ты взяла? Что ты решила, что они приезжали? Ага, значит, приезжали. И вы им все рассказали. Ага, значит, приезжай. Ага, значит, приезжай. Я знаю, с кем она приезжала. Мужчина высокий-сильный. Шрам над бровью. Ну, ежели знаешь. Чего спрашиваешь? Все, пора мне ехать. Далеко собрала? В город. Забудь. Видишь, как хлещет. За деревней дорогу развезло. Хорошо, если завтра уедешь. Пешком пойду. По-темному-то? Ну-ну, давай. Что мне делать? А мне почему-то... И сама сюда приехала. Кто тебя не звал? Сигнала нет. А. У нас телефон и так через раз работает. А ежели дождь. Совсем с концами. Ну, со светом то же самое. Ведется мне у вас ночевать. Ну, это без проблем. Пожалуйста. Только сходи на кухню. Керосинку принеси. Чтоб не сидеть в потемках. Что, так прямо и сказал, чтобы ноги ее здесь не было? Да, так и сказал. Но что мне остается? Правильно, правильно. С Андреем только вот как быть ума не приложу. Через суд оставишь его себе. Она с ним видеться будет. Да, как он это переживет? Он лежит сейчас у себя, плачет. Да плачет, поплачет, перестанет. А что лучше, чтобы он видит, что мать его хвостом крутит? Или каждый день скандалы ваши слушать? Это уже верно. Тебе чаще нужно с ним видеться. Завтра возьми его. Съезди куда-нибудь и погуляйте. Нет. На завтра у меня другие планы. Я вот что подумал. Раз у той машины, которая отца сбила, капот был помят, значит, он должен был где-то ее ремонтировать. Скорее всего, какого-то мелкого частника. Чтобы вопросов меньше было. Ты что, хочешь всех мастеров обойти? Почему нет? Я это дело до конца доведу. Конечно, конечно. Все надо доводить до конца. Каждое дело. Каждое дело. Мало того, что он щенка суда своего приволок. Завтра хочет обходить автомастерские. Затем будет искать, где ты машину чинил. Забудь. Времени нет. С утра подъезжай и жди в машине. Как только он уедет, я тебе позвоню. Все. Это край. Да мне плевать, кто будет дома. Я пожить хочу, как человек. Мне мешать нельзя. Ты меня знаешь. Я пойду. Я не виновь. Я пойду. Я пойду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Георгий? Вы не спите? С тобой уснешь. Чего хотела? А вы не знаете, почему Валентина, то есть Галина, почему она только сейчас занялась этим золотом? Я так думаю, что ее мужик, но тот, который с ней, он ее надоумил. Она вроде как недавно с ним сошлась. Вот как только про отца рассказала, он-то и смекнул, что к чему. Да, он опасный человек. Он-то опасный. Только вот Галина рядом с ним, что гадюка в сравнении с ужом. Почему? Я ее еще по молодости знаю. Она и тогда не подарок была. А теперь... Как только я им про золото рассказал, она сразу этому мужику предлагать стала кончить меня. Прямо здесь, под окнами ей говорили, я все слышал. А он? Он сопротивлялся ни в какую. Говорит, что он на мокрое согласился только по необходимости. Так и сказал, что согласился? Ну да. Это он про Анатолия Ивановича. Свекра моего. Значит, Сережа был прав, что это был не случайный наезд. Ну, я об этом ничего не знаю. Они просто выбили из меня все, что хотели и подались отсюда. Спасибо, что не убили. Ну, вам-то они вашу долю обещали. Золото. Ничего они мне не обещали. Ты из меня их подельника не делай. Субтитры сделал DimaTorzok Женщина, сколько раз вам говорит, не поеду я. Что хотите делаете, не поеду. Ну, пожалуйста. Поймите вы, там, возможно, люди в опасности. Да я все понимаю. Только машина моя от этого трактора не станет. Может, проедем? Да я за деревней сяду. Прямо за околицей. Говорю вам. Ну, а на чем тут у вас проехать можно? Трактор у вас есть? Есть. Отлично. Как вы найти? Где он? Где? В соседней деревне. Десять километров отсюда. Еще с вечера уехал. Грузовик вытаскивать. Но он же вернется? Вернется, если ему не налили. А я уверен, что ему налили. Так что о тракторе забудьте. Нет сети. Без шанса. У нас как дождь пройдет, так... Знаю, знаю. Мне говорили. И что мне делать? Пешком идти? Да уж, пешком. Пять километров по лесу. Семь километров дорогой. Ясно. То есть в электронику не полезет? Ни в коем разе. Там же загорит что-нибудь. Будет бы первым мне претензий предъявить. А здесь надо родной сервис. Там оборудование. А я вещи попросил. Механика, тормоза. Жестянка. Жестянка. Кстати, у меня один знакомый Ауди сигары делал. Капот был помят. Вроде у вас делал. А, Ауди. А цвет? Серый. А, делал. Ну, сзади въехали, аж поле в багажнике повел. Нет. Ну, именно капот. В дерево въехал. Капот. Нет, тогда не я. А когда? Месяца полтора назад или меньше. А, точно не я. Я сначала к родителям ездил, а потом приболел. Почти два месяца меня не было. Мастерская закрыта была. Ясно. Счастливо. Всего хорошего. Счастливо. Счастливо. Субтитры делал DimaTorzok Черт, черт! Тихо, 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 тихо! Ну, 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 давай, давай, давай! Хм! Девушка! Девушка! Что вы ходили? А вы куда идете? А вы почему спрашиваете? Любопытный мой, вот спрашиваю. Погоди ты, если вы до шоссе, да, идете, то там не пройти. Почему? Дождь же шел всю ночь, там дальше так развезло, чистое болото. Вот мы в сапогах-то еле прошли по краешку, а вы вот в ваших этих, вряд ли. И что мне делать? А там в конце поля тропинка будет. Направо. В смысле, налево. Ну, короче, вот вы увидите там туда. А, пойдете по ней, она в лес идет. По ней идите. Я не заблужусь? Нет, что вы, она, почитай, прямиком до самого шоссе идет и свернуть там, по-моему, некуда, да? Ну, некуда. Спасибо. Девушка. Девушка. До свидания. Доброго пути. Да нет, что вы, жестянкой я уже давно не занимаюсь. А что так? Так, милый человек, это же в советское время всего три цвета было. Красный, серый и белый. А сейчас, понимаешь, все на компьютере делают, цвета подбирают. И то, все равно опытный глаз определит, крашеная деталь или нет. Она со временем выцветает-то. Понятно, понятно. Сейчас-то все по-другому. Ну, да. Вот я тоже в миг могу определить, крашеная деталь или нет. Тят, например, крыло крашеное. Ну, что мне говорить, я и сам знаю. Ну, так тебя это устраивает, а другого нет. Другому понимают, что нужно было, чтоб тик-так все было, чтоб комар носа не потащил. Ну, вот поэтому я жестянкой не занимаюсь. Вот если стекло поменять или фару заменить. Ну, хорошо. Если все-таки я решу перекрасить, кому обратиться, чтоб подешевле-то было? Был у нас один старичок в гаражном кооперативе. Так я тебе скажу, вот он без всякого компьютера на глаз мог в колер попасть. Глаз у него был, как у Репина. Такая же... Художник такой был, Репин. Да я понимаю. А почему, говорите, мог бы? Так не может он уже, все. Помер год назад. Из тех, кто не помер, еще остались мастера-жестианщики? Есть один. Он сразу после школы по этому делу пошел. Вот он тоже, я тебе скажу, вот как... Хорошо. Адрес мне, можно? Где это шоссе? Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий? Ага. Мне вас Виктор рекомендовал. Чего за Виктор? Не знаю никакого Виктора. У него в автомастерской, она радиальная. Где гаражный кооператив. Знаю, знаю. Трепач? Ну да. Поговорить он любит. Поговорить любит. У него язык без костей. Чего хотели-то? Да вот, мне крыло надо перекрасить. Посмотрите. Ну, так здесь и в колер не попали, и... Ну, сделаем. Давайте включим. А вы знаете, я вспомнил, мне вас один человек посоветовал. Мы с ним у сервиса разговорились. Он говорит, у него серая Ауди, капот был битый. Так вы так все сделали, подкрасили. Прям класс. Не помню. Не знаю. Ну, может, вы-то не помните, но он не забыл. Ну, и адрес ваш называл. Слушайте, я говорил, что не было такой машины. Значит, не было. Ну, значит, кого-то память подводит. Не понял. Ну, либо он вас знал, но никогда не видел. Либо у вас провалы. Слушай, шел бы ты отсюда. Я еще не закончил разговор. А я закончил. Мне очень нужен этот человек с битым капотом. Я тебе говорю, проваливай. Мол того, что ничего не помнишь. Еще не слышишь? Я сказал, что мне нужно знать, кто он. Да пошел. Слушай, меня сюда. Этот гад насмерть сбил моего отца. Ты ремонтировал ему машину, значит, соучастник. В тюрьму захотел? Заткнись. И если бы ты сейчас же говоришь мне, кто он, тогда у тебя есть шанс явиться с повинной. Либо и прямо здесь, и сейчас тебя все кости переломают. И в полицию отвезут. Ну, говори, кто он. Отпусти, отпусти, я скажу. Отпусти. Никогда раньше не видел его. Ты опять? Я и правду говорю, я раньше его никогда не видел. Он пришел, сказал, что заплатит. Я все сделал, он рассчитался. Потом сказал, чтобы я помалкивал. Понимаешь? Как он выглядел? Высокий такой, с сединой. Особые приметы есть? Да, вот здесь шрам на брови. А который Олик? Слушай, Верик, я не знаю, он твоего отца задавил или не он, но ты вот так с ним лучше поаккуратнее. Ему человека убить расплюнуть. Понимаешь? Буду знать. Какого черта ты телефон-то отключила? Стойте, ну, стой, стой! Да что ж ты такое-то, а? Вызываемый абонент временно недоступен. Да включи ты его, господи! Мам, Оля не появлялась? Нет. Я не звонила. Мне? Ну, не тебе, так Андрею. А откуда мне знать? Андрей! Он к Денису пошел играть. Ага, я за ним схожу. Да поиграть сам придет. Нет, нет, мне нужно, чтобы он дома был. Да что случилось-то? Ты помнишь человека, который на Олю напал? Хотел ограничить? Так вот он же отца убил. Может быть. Может, я нашел мастерскую, где эта сволочь машину ремонтировала. Мне хозяин его описал. Нужно срочно Олю найти. Ты уверен? Абсолютно. Андрею нужно звонить. Пусть домой идет. Конечно. Ой. Что? Что такое, мам? Сердце? Тихо, 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 тихо. Так, пойдем, ложись. Ложись. Спасибо. Таблетки где? Кончились. Ага. Сейчас я в аптеку схожу. Вот так. Если Андрей придет, скажи, чтоб дома сидел. И Оле передай, если звонить будет. Вам куда? В город. Сколько? Сколько хотите? Ну, я не знаю. Ну, давайте быстрее. Я тороплюсь. Ну, так и расстояние не близкое. Сколько? А в городе вам куда? Давайте по дороге все обсудим. Поехали. Нормально. Поехали. Ну, а если не договоримся? Договоримся, обсудим. Все. Ну, поехали. Тяжелый, Сараса. Веревку надо. Сейчас. А ты тихо лежи. И тогда ничего не будет. Ни тебе, ни сынку твоему. А будешь дергаться, обоих кончим. Понял? Держи. Мама. 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 А что происходит? Мама. 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 Может здесь? Пусть… Ты точно здесь смотрела? Ищи. Есть. Плов, возьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Федерик, дай. Держи. Да чтоб тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что там? Да ничего, канализация. Труба проходит, вот и полость. Может, в саду где зарыл, а? Да нет, в доме должно быть, в доме. Чувствую, в доме. В подвале вообще глупо было искать. Ну, какая нычка в бетоне? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в каких отношениях были твой отец с Анатолием? Какие? Как у зятя с тестем. Выпивали иногда. Может, он дом помогал ремонтировать? Отец говорил, крышу помогал перекрывать. Чего ж ты раньше-то не сказал, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мент. Участковый. Где? Вот зараза. Надо открыть. Да ну его. Дома никого нет и все. Ты рехнулся. Соседи знают, что я дома. Пойду открою. А с этими что? Это твоя проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Здравствуйте. Позволите? Пожалуйста, проходите. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можешь чайку? Да нет, спасибо. Я все дома обхожу и везде предлагают. Я аж только к вам пришел. У нас кражи по району. Да вы что? Да, уже несколько домов обыкрали. Вы чужим не открываете? Я всегда смотрю. Обязательно смотрю, кто пришел. Всегда. А Сергея Анатольевича нет? А, он по делам уехал. А. А внук? Гуляет. Даже не думает дергаться, понял? Я не слышу ответа. Вы его так одному не отпускаете. Да. Дома грабят, а вот еще попадется под горячую руку. А бандиты есть бандиты. Я сейчас обязательно вот пойду и приведу его обязательно. Можете все-таки чайку? Нет, спасибо. У меня к вам последняя просьба. Если вы увидите посторонних людей, ну, мало ли что там ходят, спрашивают о чем-то, вы сообщите нам. Потому что, сами понимаете, без вашей помощи такие преступления очень трудно раскрыть. Ну, почти невозможно. Конечно. Обязательно. Спасибо вам большое. Ну что вы, садитесь. Все вы люди, все вы человеки. Простите, а можно с вашего телефона позвонить? Мой не работает. Да, конечно. Возьмите. Я пойду. Телефон. Телефон. А, да. Я сейчас. Минутку. Телефон ты не отключил, лошара. Пошара. Извини. Не успела? Потом перезвоню. Да, Анти, чего? Бывает. Ну, я пойду. Да, кстати, вы здесь собираетесь жить. А вот сын пока не гонит. Этого еще и не хватало. Ну, тогда не пожалейте времени. Регистрацию сделайте. Ой, простите, пожалуйста. Я… Простите, я приехала и вот… Все, ничего страшного. Все бывает. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я пойду. Я завтра же приду. Обязательно… Хорошо. До свидания. Обязательно сделаю. Всего доброго. До свидания. Приходите. Что, не отвечает? У сына телефон выключен, а муж сбросил вызов. Поссорились, да? Бывает. Ну, ничего, приедьте домой, помиритесь. Нет, тут все сложнее. Что же у них там происходит-то? С ума просто сойду. Ну, это вы лишние. Мало ли, что в жизни бывает. У меня он тоже. Когда жена трубку не берет или дочка молчит. Ох, я злюсь. Просто бешеным становлюсь. А потом приезжаю домой и выясняется, что… У меня предчувствия, понимаете? Там что-то могло случиться. Что? Настолько серьезно? Да, очень. Тогда поедем быстрее. Когда это было? Что? Крышеченье. За полгода до того, как отца посадили. Тогда точно здесь искать надо. Крышеченье. Ищи меня сейчас. Крышеченье. 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 КОНЕЦ Андрюшенька, ты где? Галя, вон где? Андрюшенька, где ж ты спрятался? Не бойся, я ж твоя бабушка. Я ж не знала, что этот гад тебя свяжет. Выходи, Андрюшенька. Андрюшенька, маленький мой. Андрюшенька, ну ты где? Где ж ты спрятался? А? А, вот где ты спрятался. Пойдем, мой хороший. Пойдем, мой маленький. Пойдем. Пойдем. Отпусти, отпусти. Тихо, заткнись, закрой рот, убьем. Пошли, пошли. Тихо. Ну, все, в город мне уже нельзя. Сколько вам должно? Да ну, бросьте, отчего. Нормально все. Спасибо вам большое. Всего доброго. Счастливо. Что так говорит? Пацана ловила. Что с ним? Сбежать хотел. Поймал ее? Что там? А, вот смотри, здесь старая кладка, а здесь новая. Точно перекладывали. Надо здесь искать. Стой, подожди. Что? Дымом пахнет. Тебе кажется. Ты что, не чувствуешь, что ли, ничего? Ну, нет, вроде. Сейчас, калкаю. Сейчас. Говорю же, дымом пахнет. Дымом пахнет. Сейчас, калкаю. Сейчас, все. Будет. Тихо, тихо, тихо. Сейчас все будет. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Где же там? Простелся. Все. Наводят. Сейчас. 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 Не останавливайся. Слышишь? Слышу. До конца, Белочка. До конца. До конца, мой хороший. До конца. До конца. До конца! Слышишь? Мама! Мама! Где Андрей? Оля, Андрей, не застись в доме! Да. Андрей! Андрей! Папа! Папа! Андрей! Андрей! Андрюшик, не бойся, сейчас мы тебя откроем. Отойди. Папа! Папа! Замерто! Андрюша! Весь порядок? Мама! Куда? Стой, куда? Куда? Документы? Не надо, не надо. Все. Да, у нас пожар в частный дом. Пушкина 13. До конца. Галочка. До конца. Ну вот. Галочка. 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 До конца. До конца, Галочка. До конца. до конца. the Давно она появилась в вашем доме? Месяца два. И вы поверили, что она ваша мать? Она была очень похожа на фотографии. Они же сестры с моей мамой. Да и вообще не было причины не верить. А эта фотография, она у вас сохранилась? Нет. Все сгорело вместе с домом. А мужчина этот, который в доме погиб, вы его раньше видели? Я нет, а жена видела. Он и есть тот странный грабитель, который на нее напал. Он же убил моего отца тогда. Сбил на машине. Понятно. Дима, покажи фотографию этого участкового. Посмотрите внимательно. Вы этого человека раньше не видели? Нет. Кто это? Да есть тот один. Представляется участковым. Проверяем на причастность к делу о серии ограблений. Ну, а как вы думаете, вот эта вся история с золотом, не выдумка? Не мы, ни пожарные дознаватели ничего не обнаружили. Я не знаю. Может, она и взяла это золото. С ним уехала. Ну, и корабль мой сгорел. Ничего, сынок. Новый построим. Я тебя понимаю. Столько раз уже это слышал. Давай так. Сначала здесь все расчистим. Новый дом построим. А потом и корабль. Договорились? Договорились. А можно я пойду с другой стороны и посмотрю? Давай, только осторожно. На пепеличье не заходи. А то пол может обрушиться. Хорошо. Что ты думаешь? Да, в принципе, проект нормальный. Дом большой. Гараж крытый. Олис, я все хочу сказать. Ты прости меня. Я так виноват перед тобой, чтоб тебе не верил. Я больше никогда не... Да ладно. Было и было. Главное, нам вместе держаться. Втроем со всем справимся. Четвером. Что? Ну, ты же хотел дочь? Андрей. Андрей! КОНЕЦ 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 Да, жизнь! Вот у меня тесть никогда ничем не болел. А потом упал и все. И главное, 66 лет здоровый мужик был. Никто и подумать не мог. А вы надолго к ним? Видно будет. Я просто к тому, что с невестками-то разные отношения бывают. У меня, например, есть одна знакомая, так она говорит, что у свекрови с невестками вообще хороших отношений быть не может. Принцип у нее такой. А у самой две невестки. И с обеими, как кошка с собаками. О! Стоят архаровцы. Доброе утро, лейтенант Кучеревский. Ваши документы. И вам доброе утро. Извозом подрабатываете? Да какой извоз, товарищ лейтенант? Я вообще никогда никого не подвожу. Это отказать не смог. Сама едет в другой город. Денег на поезд нет. Просила очень. Сын у нее умер. На похороны едет. Как тут откажешь, сами понимаете. Поезжайте. Спасибо. 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 Спасибо.